Красный рубеж полторы тысячи больных с коронавирусом в больницах пройден. А что дальше? Латвия получила первые грузы медицинской помощи для преодоления кризиса в больницах. Пока эта помощь заключается в дополнительном медицинском оборудовании. Но не исключено, что придется привлекать и дополнительный медперсонал, в том числе из-за рубежа. Восточная больница сегодня получила партию новых перфузоров из Финляндии. Это устройства, которые позволяют вводить медикаментозные препараты и растворы с высокой точностью. Порой десятые доли миллиметров в час. При анимации незаменимы. Минувшие выходные число пациентов в больницах превысило черту в полторы тысячи. Из-за сложной ситуации в больницах Латвия попросила международной помощи. На призыв откликнулись четыре страны. На данный момент мы получили помощь от Финляндии. Это шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. Также получим еще помощь от Швеции, Венгрии и Нидерландов. В принципе, эти страны нам помогают с перфузионными шприцами, мобильными ультрасонографами и еще другим медоборудованием. Эта помощь делится на две части. Есть оснащение, которое страны нам дарят. Оно останется в наших больницах. И есть оборудование, которое предоставляют только на время. Дают в аренду. Но мы тоже его можем использовать бесплатно. В минувшие выходные в больницу имени Страдене поступили шесть аппаратов искусственной вентиляции легких и комплекты перфузионных насосов. Сейчас в больницах Латвии находятся 1592 человека с коронавирусом. Напомним, что цифра в полторы тысячи ранее упоминалась как некий рубеж возможностей всех больниц. Минздрав подготовил план по развертыванию дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом. Этот план будет представлен правительству. Он подразумевает, что до 1 декабря, если будет необходимость, развернут около 3000 дополнительных коек. Мы учитываем прогнозы и надо считаться с тем, что еще 2-3 недели в стационарах будет расти число пациентов. Так как в предыдущей неделе среднее число инфицированных за сутки составляло 3000 человек. Также для работы в отделениях COVID-19 планируют привлечь медперсонал из частного сектора и других областей здравоохранения.